Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и сегодня я госпожа училка. На самом деле я проверила кучу домашних работ своих студентов на курсе. У меня кипит мозг, у меня все поет в голове, но я села снимать видео, потому что другого дня у меня не будет. Да, я вам немножко жалуюсь. Еще я люблю немножко поныть и пожаловаться. Вот вы мне пишете, что я позитивный человек и всегда несу позитив, радость и бодрость. Ну да, конечно, конечно, да. Но с другой стороны, иногда очень хочется от души поныть, пожаловаться, поэмоционировать. Кто подписан на мой телеграм-канал, иногда такое наблюдает. Вот, так что не все, конечно, так гладко и иногда бывает тяжело. Мне недавно написали комментарий, если вам так тяжко снимать, зачем вы снимаете? Живите в кайф. Я там, я когда показывала всю коллекцию, искряхтелась. Ну блин, зато это правдиво. Зато я же, понимаете, я поделилась с вами, как со своими просто друзьями, своим состоянием. Вот, ну сняла видео, сняла видео для вас, потому что вы его просили. И мне кажется, оно получилось очень хорошим. Вот, поэтому ничего страшного. Это человеческие эмоции. Бывают мы устали, бывает у нас ноет спина. Но для этого у нас есть духи. У кого-то есть для этого вино или сигарета, или какая-нибудь еще другая зависимость. Сумочки, туфельки и так далее. Не могу сказать, что это прям супер хорошо. Но именно сегодня, именно в этот час, я решила поделиться с вами своими новинками парфюмерии. Вот передо мной сейчас стоит 4 флакона. И как вы помните, у меня был заказ из интернет-магазина Рандеву. Кто не смотрел распаковочку, посмотрите ее. Помните, мне там приходили тени. Вот они, эти тени. Я не знаю, насколько видно на камере, как они, насколько они сияющие, как они круто выглядят. Но это прям супер. Это прям реально дуахром, сияние из космоса. Я наношу пальчиком, именно вот втираю пигмент. И уже сегодня я смотрела, на Рандеву появился номер 5 оттенок теней. Я вставлю здесь, чтобы было понятно, о чем вообще речь. И у меня через руки просто его заказать. Потому что очень мне в последнее время все нравятся дуахромные тени, вот эти вот все сияшки. Не знаю, я вот посмотрю потом, наверное, даже видно будет или нет. Но надеюсь, что видно. Надеюсь, что не зря я мазалась сегодня. Что ж, ну и давайте приступим к моим новым ароматам. Кто смотрел, опять же, видео, тот помнит о том, что у меня с Рандеву пришли недавно вот этот вот красавчик Джимми Чу. Классический Джимми Чу и вот этот красавчик Eternity Flame Calvin Klein. Это просто шикарнейшие, шикарнейшие ароматы. И если кто-то хочет их себе тоже приобрести или вы давно их откладывали, обратите внимание, что сейчас в интернет-магазине Рандеву раз продажа. Конечно же, я оставлю вам и ссылки на ароматы, и свой промокод на 10%, который суммируется с акциями и скидками на сайте. Все как всегда. Радуйте себя. Сейчас весна. Я думаю, что самое время немножко обновить свой гардероб. Ну или купить косметику какую-то новую. Знаете, это опять прибабахи и шопоголика. Ну давайте начнем с самого первого. Джимми Чу. Джимми Чу Eau de Parfum. Смотрите, какая прелестная. Просто вот эта бомбочка. До чего же он красивый. Вот этот вот, не знаю, мне кажется, флакон просто очень удачный получился у них. Я обожаю этот аромат. Хотя, когда я тестировала его в магазине, я все время ходила мимо и не понимала, что не так. А возможно, было не так именно то, что я тестировала его на блоттере. И так как у этого аромата есть такая специфическая нотка глянцевого журнала, возможно, бумага не передавала до конца. Мне казалось, что пахнет бумагой или реально журналом. Но здесь, когда он раскрывается на вас, во-первых, звучит очень хорошая такая спелая, вкусная парфюмерная груша, которая относит меня к флору Байгуччи. Я уже говорила об этом. То есть это ни в коем случае не клонные, не похожие ароматы. Но вот именно нотка какая-то напоминающая, она есть. Плюс глянцевые страницы, которые ароматизированы духами. А вообще, это очень вкусный фруктово-цветочный люкс, качественный, который комплиментарный, который подойдет на любой случай. Он не кричащий, несмотря на то, что стойкий и шлейфовый. Но вот он прям приятный аромат. Не устаю любоваться на этот флакончик. Наверное, надо было брать 60 мл. У меня вот здесь 40 мл. По крайней мере, 40 мл это уже больше, чем тридцатка. Что ж, следующий парфюм. Это на Тифлее. Да, пламя. Как я уже и говорила вам, по-моему, в этой линейке ароматов у Кельвин Клян есть еще эйр, воздух, еще что-то. То есть посвящено стихиям. Этот аромат, это просто супер. Он реально с нишевым звучанием. Он сложный. Если вы опасаетесь каких-то таких необычных сочетаний, не берите вслепую. Возьмите пробничек. Я была крайне удивлена, когда почувствовала его в первый раз, ощутила. Я переживала, на самом деле, что мне придет. Так как заказ был вслепую у меня. Но девчонки хвалили. Больше года назад, наверное, я обратила на него свое внимание и добавила в избранное. Давайте посмотрим ближе к флакончик. Вот. Здесь у нас всего три ноты. Мандарин, лабданум и сладкий горошек. Очень странные ноты, очень странное сочетание. Никто не знает, как они пахнут, ну кроме мандарина. Мандарин здесь, да, здесь ощущается цитрусовая нота, именно сладкая нота, плюс кожура мандарина. Но сам по себе, как я уже и сказала, аромат, он пламя. То есть здесь большое количество перца, который не заявлен. Здесь просто остринка, перчинка и вместе с этим сладость. А я не знаю тоже, как пахнет сладкий горошек. Но могу догадаться, что да, здесь есть что-то подобное. Цветочное даже, возможно. И лабданум. Есть в нем какой-то дымок. И вот, знаете, он согревающий. Для меня это, конечно, на осень. Но я слышала, что некоторые носят его и летом. Посмотрим, как он раскроется летом. Может быть, очень даже необычно. Потому что вот такие вот специевые ароматы, жаркие, они и летом звучат тоже очень круто. Вообще рекомендую присмотреться за такую цену. Просто огонь. Также я хотела вам рассказать про мои два новых аромата, которые появились у меня. За последнее время, опять же, в телеграме я вам уже все показывала. Аромат, это, конечно, вот я соблазнилась благодаря отзывам на этот парфюм тоже. Смотрите, какая нежнятина. Вот он на самом деле розовый. Вот так, наверное, да, понятнее передается цвет. Выглядит он как стекло, как эмаль, флакон. На самом деле это пластик, но сделано очень хорошо. Здесь, то есть, все прям качественно. Кстати, я не помню, сколько здесь миллилитров. Здесь на флакон нигде не наказано, не указано. На коробке где-то у меня лежит. Возможно, сто. Возможно, меньше. Я не знаю. Но это аромат бренда L'Otah Yara. Я думаю, что вы слышали уже о нем. И я тоже очень загорелась этим ароматом, потому что люблю такое звучание по описаниям девчонок. Лактонно, сливочно-фруктовое. И что вы думаете? Когда он ко мне пришел, я сначала ничего не поняла, но потом поняла. А потом как поняла, чего он мне такое напоминает. Сразу скажу, что это ближайший родственник парфюма Mont Blanc Signature, который подпись, который беленький флакончик, который я хотела себе задублить. И думаю, что сейчас нет смысла этого делать. Да, они разные на старте. Кто-то сравнивает Yara с Crystal Love от R Collection. Кто-то сравнивает с Hayati от R Collection. Для меня, да, это похожее направление. То есть такое сливочное мороженое с какими-то фруктами, с кислинкой. Да, здесь есть тоже кислинка, как в Crystal Love, но звучание разное. Для меня вот, возможно, цвет флакона, но это какое-то малиновое мороженое, пломбир. Бывает такое, конечно, бывает. Свежие фрукты с кислинкой, с цитрусами, десерт, да, взбитые сливки. При этом аромат не душный. Он довольно воздушный. Прям заговорила я стихами уже. Правда. Но стартует именно вот сливками, взбитыми сливками, сладко, лактонно, фруктово. И дальше уже идет трансформация. И он приближается по звучанию к Mon Blanc. Я тестировала их параллельно на двух руках. При параллельном тестировании, конечно, они отличаются. Но вот в какой-то момент, через несколько часов, Yara звучит очень похоже. Не могу сказать, что я прям сильно порадовалась, потому что у меня есть уже Mon Blanc. Но тем не менее, тем не менее, он безумно приятный, безумно девичий, сладенький. Но это для любителей, конечно, гурманских ароматов, для любителей лактонного звучания и такого. Есть вот, конечно, спиртовая нотка еще на старте, к сожалению. Но я думаю, что он еще у меня отстоится. Что касается стойкости. Читала разное. Могу сказать, что у меня оригинал, аромат стойкий. То есть, я его вчера днем на себя побрызгала прям хорошенько. И сегодня утром я с волос его еще ощущала. Поэтому, к сожалению, эти ароматы подделывают. Поэтому приобретайте там, где вы уверены. На рандеву, по-моему, тоже есть этот парфюм. Дальше. Четвертый аромат. И это нашумевшая тоже Hermetica. 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 Герметика, короче. У меня аромат Rose Fire. Я слышала отзыв об этом аромате у Карины Алиса Блэк. Она так красиво его описывала. Просто великолепно. И, конечно, я не смогла удержаться. Тем более, увидела его по нормальной цене. Да. Этот парфюм, конечно, очень необычный. Я помню, что тестировала этот бренд года 4,5. Ну, 4 года назад, в общем, я его тестировала. Когда он только встал на полке. И дело в том, что я тогда для себя отметила аромат Жаде или Жади. В общем, нефрит или что-то такое. И сейчас, мне кажется, у меня изменились вкусы. Для себя я отметила Rose Fire, Ванни Найт и Сандал Сан, по-моему, называется парфюм. Который ореховый. Который такой десертный аромат. Но первым, вот я восходила сотку Rose Fire, потому что это такие мармеладные розы. По описанию, знаете, да. Здесь, конечно, роза. И для любителей роз этот парфюм просто вот подойдет на 100%. Я не могу сказать, что я фанатка прям розовых ароматов. Или люблю монорозу. Нет. Но здесь парфюм звучит очень необычно. Во-первых, у него необычная текстура. Он какой-то гелевый. И его нужно как бы затирать в кожу. И когда вы его затираете, он там просто впечатывается навечно. Однако шлейф пока. Вот недавно у меня появился аромат шлейфа пока практически нет. Ну, по крайней мере, я от себя не ощущаю, чтобы он шлейфил. Я думаю, что отстоится еще. И как же он пахнет? Действительно, есть ощущение розы. Возможно, даже немножко болгарскую розу или свежую розу. Но больше, больше. Этот аромат напоминает мне какие-то вот рахат луку из розовых лепестков. Кто живет на юге, вы знаете, что есть розовое варенье. Варенье из роз. А мармелад из роз. То есть, прям десертные такие розы. Я такое пробовала. И оно очень необычное на вкус. И именно такие мармеладки из лепестков роз. Я не знаю, вообще дело я говорю или нет. Потому что действительно бывают десерты из роз. И когда я пробовала розовое варенье, вот оно примерно вот такое на вкус. Понимаете? Здесь действительно ощущение каких-то восточных сладостей. Рахат лукума, мармелада и варенье из роз. В очередной раз я это повторю. Многие здесь ощущают земляничное варенье или клубничное варенье. Да, что-то ягодное. Я нет. Для меня это все-таки роза-роза. И он, конечно, насыщенный, стойкий. Но вот пока как-то не очень шлейфит. Вот. Ну, надеюсь, что отстоится. Прекрасный у него флакон шикарного цвета. Тубус я выбросила, по-моему. Тубус там такой пластиковый. Но, по-моему, бренд он какой-то экологичный. Поэтому у них и безспиртовые парфюмы. И упаковка такая. С минимальным количеством использования каких-то материалов. Ну что ж, вот такие были мои новинки. Обязательно пишите в комментариях, чем вы из них знакомы. Может быть, что-то вас заинтересовало. Ссылки на парфюмерию будут внизу в описании. Также там будет мой промокод в интернет-магазине Рандеву на 10%. Пользуйтесь, делитесь вашими приобретениями, вашими впечатлениями и эмоциями. А я на сегодня с вами буду уже прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Оставьте ваш комментарий. И мы уже очень скоро увидимся с вами в новых роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok